Так, друзья мои, приветствую вас. Пока биткоин флетит в зоне 52 тысяч долларов, эфир у нас штурмует отметку 3200 долларов. При этом при всем донанация биткоина снижается. При этом при всем мы, вероятно, входим в тот самый альтезон, которого мы с вами так долго ждали. Сегодня мы с вами будем разбираться, что будет с новой биткоина дальше, в какие альты сейчас перспективно заходить, что будет с эфиром. И плюс мы сегодня с вами разберемся, как получить за стейки биткоина и эфира 300-1000 долларов. Расскажу вам один небольшой лайфхак. Без других слов, сразу погнали к делу. Традиционно разбираемся с вами с биткоином для начала, но по факту тут ничего интересного не происходит. Выходные торги на Америке были закрыты, объемы торгов были низкие и за последние почти две недели, с 14 февраля, у нас ничего особо с вами не меняется. Как вы помните, на это была моя основная ставка, то, что по биткоу идти выше 52 тысяч долларов сходу нам точно будет проблематично. Если мы говорим с вами чисто по технике, если мы говорим с вами чисто по стравому смыслу и по логике, то мы с вами должны понимать то, что мы сейчас по биткоину глобально, если мы открываем с вами недельный график, действительно очень сильно перекуплены. И больше даже можно сказать то, что у нас сейчас есть небольшая дивергенция по RSI. То есть мы видим то, что график уже идет по чуть ниже, цена все еще двигается вверх. Но так или иначе биток действительно находится в зоне перекупленности и, как по мне, большого апсайда сейчас здесь ждать не стоит. Даже если мы сейчас придем до 60 тысяч долларов, хотя казалось бы, да, вот биток 60 тысяч долларов, но по факту с 52 до 60, это сколько там, порядка 20%, да, чуть меньше, наверное. То есть это ни о чем на самом деле. В то же время альты, какой-нибудь VLD условный, про который я рассказывал в телеграм-канале, если вы на телеграм-канал вдруг не подписаны, обязательно подпишитесь. Да, вот это замечательное движение, лично забирал, вот прям лично. Сейчас, смотрите, сколько у нас тут получается. 320%, ну по-моему, поинтереснее, чем на биткоине, согласитесь. В телеграм-канале эту сделку уже освещал. Вот здесь от 19 февраля пост. Если вы, напомню, на телеграм-канал не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Ссылка под видео, там много актуального, интересного контента по теме крипты. Вот, VLD на самом деле я там покупал сначала от самого дна, там по единичке, потом продавал по 2,5. Здесь ничего не делал, здесь, соответственно, покупал. И вот сейчас очередные 3 икса, да. Ну, как по мне, когда ты видишь такое движение на альтах, смотреть на биток, ну просто не очень хочется. Вот откровенно говорю, да, именно в текущей ситуации. Когда он был по 16, было интересно. Когда он был по 20, было интересно. Сейчас неинтересно. Вот, сейчас я смотрю на биток просто для того, чтобы понять, в какой точке мне выгоднее будет набирать альткоины, да, в том числе на споте. Итак, по битку, смотрите, у нас сейчас ключевая зона, с вами ключевая поддержка, это зоны 50 500 долларов. То есть это вот эта вот линия, вы видите, у меня здесь стоит алерт. И для чего у меня поставлен этот алерт? И нет, не для того, чтобы открыть новый лонг по битку. Я здесь буду нагружать новые альты на фьючах. То есть у меня сейчас альты на споте, альты на фьючах. Опять же, периодически там публикую какие-то сделки в телеграм-канале. Ну, вы перейдете, подпишетесь, посмотрите. Вот тут скидывал скрины, да, того, что забиралось за последнее время, там, где-то выше скидывал, по-моему, сетапы еще какие-то и так далее. Вот, но не суть. Суть в том, что когда биток подходит к основной поддержке, соответственно, есть смысл открываться лонгами на альтах. Мы сегодня поговорим с вами отдельно про альты, которые я вижу на текущий момент крайне перспективными. Ну и, соответственно, по битку здесь, наверное, больше говорить нечего. То есть, если мы здесь не удержимся на 50-500 вот на этом уровне, пойдем ниже, то здесь, ну, у нас суперочевидный блок, это 48. То есть на 48 можно будет и альты докупить на споте, можно будет и фьючей открыть достаточно много. То есть там будет уже все гораздо-гораздо интереснее, пока мы топчемся вот в этом флете, да, то есть пока нас ниже не пускают. Ну и, честно скажу, у меня по текущим открывать лонги все равно немножечко боязно, признаюсь вам. Такой небольшой откровенность. Вот, поэтому пока что, пока что лонги открыты, лонги держу, но вот если бы дали еще разок 48, да, вот сюда бы пойти, я бы альтами, конечно, еще подзагрузился, потому что, потому что, друзья мои, давайте посмотрим просто график эфир к битку. Давайте мы, прежде чем, кстати, посмотрим график эфир к битку, я вам расскажу, почему я вообще смотрю на этот график, рассказываю лайфхак, да, по поводу стейкинга, как получить там 300-1000 долларов за стейкинг наука X. Смотрите, вот привожу свой пример. Есть такое мероприятие на бирже OKX, называется Jumpstart, то есть это когда новые проекты выходят и там за стейкинг на пару дней вы кладете свои эфиры и битки, соответственно, вам насыпают токенов. Вот я делал то же самое с Zeta, да, сейчас это, вы видите, изначально там было порядка 500 долларов, но из-за того, что я их не продавал, превратилось в 1300. И DML, он вырос поменьше, там изначально было типа 300-400 долларов, а сейчас они превратились в 530. Что здесь происходит? Ну, во-первых, если у вас нет еще аккаунта на OKX, вы можете создать его по ссылке под эти видео, там будет бонус до 60 тысяч долларов за торговые объемы. Вот здесь написано, да, там 10, 20, 30, 100 долларов можете забрать, если у вас небольшой депозит, если большой депозит, то до 60 тысяч долларов. Дальше, что мы с вами делаем? Мы с вами переходим в раздел Earn, здесь у нас есть Jump Start. Мы с вами видим то, что здесь у нас GPT сейчас проходит, и обратите внимание, что здесь нужно действовать быстро, да, срок вот этого стейкинга, он заканчивается через один день, 21 час от момента записи этого видео. Ну, пока я выложу его, наверное, там будет один день, 20 часов. Соответственно, это время, которое идет стейкинг, то есть это не какая-то там, знаете, как бывает типа ложная маркетинговая акция, нет, действительно, здесь вот если вы не успели, вы опоздали, и чем больше, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Вот 5% этого времени уже прошло. Соответственно, сейчас что можно сделать? Мы нажимаем с вами кнопку присоединиться, это также можно сделать в мобильном приложении, инструкция в телеграм-канале, если что будет. Дальше мы заходим, видим, да, вот здесь у нас пул стейкинга, но у меня здесь уже, как вы видите, лежит, вот 0,2 BTC, индивидуальный лимит стейкинга, и вот мой стейкинг 0,2 BTC, да, соответственно, сюда положено, и эфир можно сюда положить. То есть здесь, опять же, есть лимит стейкинга 3,5 эфира, и вот мой стейкинг 3,5 эфира. За эфир, видите, мне чуть побольше начислили этих GPT 82, чем за биток, потому что я биток положил просто там позже, типа на час, наверное, да, вот, и поэтому здесь просто цифры чуть поменьше. А вообще, по идее, там плюс-минус одинаково начислят. Вот, поэтому, если вы халдите битки, эфиры, просто заведите их сейчас на биржу, получите за это токены GPT, как еще раз это устроено, давайте объясню. Вы кладете свои биткоины, эфиры здесь в стейкинг на два дня. Дальше вам за эти битки, эфиры начисляют токены GPT. Когда GPT выходит, вы можете их, соответственно, продать на УКХ сразу, либо вы можете их подержать, да, поскольку бычий рынок, поскольку альты стреляют, я буду держать дальше. И изначально, вот если вы по максимуму положите 0,2 битка и там 0,35, 0,3,5 точнее эфира, то это будет порядка 500 долларов, вероятно. Если вы поддержите их еще, то, скорее всего, это даст еще там пару-тройку УКСов, как вот я вам показывал, был пример с этой. Не упускайте такие возможности. Вот серьезно, я считаю, что когда бычка, надо всей этой историей пользоваться и рисков здесь нет. То есть, если вы халдите битки, эфиры, рисков здесь нет. Вы просто переходите по ссылке под этим видео, создаете аккаунт, кладете деньги в стейкинг. После того, как стейкинг заканчиваются, там битки и эфиры можно вывести с биржи, там продать эти GPT-шки или просто поддержать их дальше на УКХ. Поэтому еще раз переходите, стейкайте свои монеты и получайте за это дополнение. То есть, тут получается, можно на 20 тысяч долларов за пару дней дополнительно получить от 2,5 до 5%. Ну, я считаю, это реально много, учитывая еще раз, что рисков здесь нет. То есть, это там не трейдинг, это не какие-то там, не знаю, идиошки и так далее. То есть, здесь просто вы положили, получили, все, типа забрали. Окей. С этим разобрались. Надеюсь, вы этим воспользуетесь. Напомню, да, ссылка на УКХ находится под этим видео. Дальше мы с вами двигаемся. Смотрите, мы с вами разбирали уже как-то график битка эфира и я немножко поторопился. Я вам говорил, что я вот в этой точке, там, менял сейчас битков на эфиры, соответственно, да, с расчетом на то, что здесь был мощный выход, здесь были хорошие объемы. Но резкого выхода вверх не произошло. Здесь была мной допущена ошибка. И сейчас мы видим с вами то, что у нас вновь эфир штурмует вот этот уровень. И мы видим с вами то, что эфир снова относительно биткоина. Я сейчас напомню, то, что это не эфир, я сейчас смотрю в вакууме. Эфир в вакууме, эфир к тезеру мы сейчас с вами разберем. Я сейчас разбираю именно эфир к биткулу. Для тех, кто не понимает, почему я разбираю эфир к биткулу. Потому что это один из основных показателей альтезона. То есть если мы с вами понимаем то, что эфир растет, то с очень большой долей вероятности за ним начинают стрелять альты. Я где-то в телеграм-канале, опять же, у себя там выкладывал картинку, как устроены рыночные циклы. Сначала качают биткоин, потом качают эфир, потом качают альты. И, как правило, когда начинают качать альты, уже начинают, соответственно, когда начинают качать эфир, уже начинают стрелять альты. Вот, поэтому, что мы здесь с вами сейчас видим? То, что у нас график эфир к битку, то, что эфир уже вышел опять за 200-й мувинг. И сейчас, я надеюсь, это уже действительно истинный разворот. Это истинное начало тренда. Для того, чтобы вы понимали, вот эта наклонная линия, она у нас идет с сентября 22-го года. То есть полтора года эфир по отношению к биткул падал. И сейчас тренд действительно готов, как мне кажется, развернуться уже на восходящий. И если последние полтора года было выгоднее держать битки, то, я считаю, следующий год, а может быть даже полтора, выгоднее будет держать эфир. Потому что вот мы падали, 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 нащупали какое-то условное здесь дно. От этого дна оттолкнулись. И сейчас у нас, еще раз, вот эта вот штука, она выступает зона 0.06. 0.06, она выступает ключевым сопротивлением. Если мы ее сейчас с вами пробиваем, дальше у нас открывается дорога на 0.7, а там, может быть, уже и на 0.8 недалеко. Вот, но еще раз, эфир к биткул не такая волатильная пара, как даже тот же сам эфир. Ну вот, но смотреть сюда нужно. И по классическому такому техническому анализу здесь все выглядит, ну, просто супер красиво. Смотрите, да, подошли на дно, высокие объемы. Ну, выход за 200 эмашку, потом вернулись, да, как бы неприятно было. Но сейчас мы опять прошли вверх. При этом, при всем, мы с вами пробили в очередной раз и ушли выше вот этой трендовой наклонной. Оттолкнулись здесь от уровня. Ну, в общем, как по мне, картина супер красивая. Просто еще один звоночек за то, что у нас все-таки с вами будет продолжение, продолжение по альтизону. Еще важный нюанс касательно эфира и битка. Да, смотрите, сегодня вот в телеграм-канале у себя выкладывал. Это графики открытого интереса на биток и на эфир. Давайте я их чуть-чуть приближу. Так, вам, да, должно быть видно. Смотрите, слева у нас график биткоина, да, и внизу показатели открытого интереса. То есть мы с вами видим то, что на битке показатель открытого интереса падает, пока он стоит на флете. На эфире же растет и стоимость самого эфира. И при этом растет показатель открытого интереса по эфиру. Да, то есть это говорит нам о том, что в эфир постепенно-постепенно входит больше денег. вот поэтому поэтому я думаю то что эфир и альты будут сейчас сильно лучше перформить чем тот же самый bitcoin вот так вот друзья мои окей здесь мы с вами разобрались по поводу эфира смотрите мы на самом деле пришли уже к тем целям которые с вами обозначали когда находились ну изначально изначально первые свои покупки по эфиру я делал вообще вот здесь вот но давайте если мы смотрим там более-менее обозримую перспективу я про эфир очень много говорил здесь да я говорил то что здесь были дивергенции на дневке говорил то что по 1600 надо купить эфира если у вас вы нет и так далее то есть с того момента вы уже имеете 2x потом мы с вами говорили про эфир вот здесь на я вам говорил то что ну блин надо покупать потому что он отстает все-таки от биткоина очень сильно и мы сейчас с вами по эфиру пришли в цели но мы уже почти пришли я бы сказал что можно сказать пришли в 3 300 и вот здесь ключевой вопрос что делать дальше с эфиром я считаю то что сейчас настало время переливать эфир в альты потому что если на текущий момент эфир сделал там достаточно сильное движение многие альты все еще валяются на дне относительно эфира будет ли эфир перформить так же сильно как биток и дойдет ли он там до трех с половиной тысяч долларов вот сказать действительно сложно ну то есть следующий уровень у нас здесь где следующий уровень у нас есть примерно на 3 600 пойдем ли мы на 3 600 вот не знаю вот чего не знаю то не знаю потому что сейчас по сути эфир практически уже сравнялся с битком ему совсем чуть-чуть осталось вот но по факту по факту вот когда будем на 3 600 на 3 600 тогда можно будет уже посмотреть может быть действительно будет смысл эфир перелить обратно в биток или эфир там отправить другие альты я пока что эфир продолжаю держать в приоритете в портфеле да потому что все-таки график эфира выглядит максимально красиво как с точки зрения просто эфир к тезеру так и с точки зрения эфир к биткоину но единственное что заходить сейчас в эфир на таких хаях ну честно я бы не стал ну типа хоть на недельке хоть на дневке хоть где посмотри ну дико перекупленность и да хорошо здесь на недельке рост без дивергенции не как на биткоине я соглашусь но я вот после таких движений ну не люблю заходить в проект ну вот реально не люблю то есть как бы я не могу заставить себя нажать кнопку байба когда я вижу что проект уже так сильно улетел поэтому смотрите сами конечно но мне кажется если держите я продолжаю держать если не набирали ну наверное стоит присмотреться к альтам причем есть интересные альты даже да на том же самом эфире мы про них отдельно поговорим дальше если мы по эфиру разобрались по доминации битка смотрите по номинации битка картина тоже у нас достаточно красивая идем в сторону идем в сторону уровня 51 процент и я думаю то что мы до него дойдем то есть ближайшие неделю-две я рассчитываю на то что альты продолжат стрелять по крайней мере пока что никаких других предпосылок нет то есть если у нас не происходит как это глобальная такая интересная новость назовем и так как как они жопа сверху не прилетает то по-хорошему ближайшие пару недель альты должны стрелять потому что доминация биткойна смотрит строго вниз у уровня 51 процент у нас уже с вами начнется какое-то более интересное движение более интересное точнее более интересный момент потому что здесь мы будем смотреть что же произойдет то есть либо мы опять здесь будем флетить либо мы пойдем опять там биток начнет повышать свою доминацию но я все-таки ставлю на то что мы сюда плавно подойдем и плавно пробьем и плавно пойдем вниз вот это моя ключевая ставка я все-таки за то что альтезон будет еще гораздо более сильный чем тот который мы видим сейчас сейчас даже не альтезон сейчас просто какие-то адресные истории нужно мсу и арбитрум оптимизма какие-то отстреляли еще может быть какие-то новые пара проектов но по-хорошему каких-то глобальных переливов капитала еще не было вот поэтому я рассчитываю на то что доминация битка будет продолжать снижаться у нас здесь ну там опять же кто-то как можете относиться к тех анализу как угодно но вот здесь можно да там нарисовать типа четыре вершинки такие можно здесь нарисовать там головы плечи и так далее но мы с вами явно видим то что когда мы подходим с вами к уровню 54 процентов рынок начинает понимать что биток слишком сильно переоценен и переливает капитал вальты вот то есть технический анализ к нему не надо относиться как какая-то мана небесная вероятность сто процентов и так далее это просто показатели того как рынок реагирует на определенные значения и сейчас мы видим то что действительно когда мы подходили 54 процента каждый раз отсюда следовал откат причем откат достаточно серьезный но когда мы приходили в уровень 51 резко возвращались покупатели на биток и собственно тащили его вверх относительно альтов собственно я надеюсь то что с четвертой попытки на или с какой-то с третьей попытки мы пробьем уже уровень 51 и пойдем вниз да мне бы очень этого хотелось потому что все-таки альтизом приближается и кси неизбежно закрепились дальше что у нас с вами еще что у нас с вами еще у нас сегодня с вами еще по программе разобрать ставки финансирования посмотреть что там по карте ликвидации и обсудить ближайшие зоны коррекции по биткоину вернемся с вами еще на bitcoin давайте для начала про интересные альты смотрите логика моя здесь какая то что если нас стрелил эфир вероятно альткоины в экосистеме эфира тоже будут стрелять что мы с вами знаем из альткоинов в экосистеме эфириума конечно же арбитрум арбитрум в принципе сейчас относительно эфира опять же выглядит достаточно интересно мы находимся у ключевого уровня 18 и если мы сейчас здесь посмотрим даже на часа вик я думаю здесь можно будет найти какой-то интересный стоп ну вот да у нас соответственно на есть начало восходящего тренда на часовике здесь есть уровень 18 вероятно после нашего обзора я вот пойду открывать сделки там том числе по арбитрум у со стопом куда-нибудь вот сюда вероятно я открою также сделки по какому-нибудь оптимизму по какому-нибудь оптимизму по оптимизму хотелось бы вот чуть чуть пониже вот наверное на 36 я готов открыться со стопом на 34 на то здесь тоже неплохо дальше что у нас там еще из эфировских альтов енс тоже интересный проект тоже держу на споте по поводу лангов на фьючах сложно сказать вот здесь сложно сказать да потому что отстрелил сильно то есть арбитрум оптимизме сейчас нравится больше еще кстати по споту старкнет выше уже да я думаю знаете про листинг я кстати когда в новые проекты выходят вот прямо на листинге я вам не рекомендую лезть вот в эту вот мясорубку да когда у вас вот вот тут всех жестко разматывают я знаю там люди заходили и по 3 по 4 по 5 вот не надо этим заниматься то есть сейчас когда рынок уже более-менее определился со стоимостью этого токена мне кажется по 1.9 на спот купить можно ну вот серьезно то есть как бы вполне адекватная цена конечно если рынок поедет вниз ну я по полторашки еще усреднюсь вот но по 1.9 тоже там на копеечку прикупил потому что здесь может быть интересное движение то есть тут просто понимаете что когда у нас идет бычка когда у нас идет альтезон сейчас этот проект вероятно помаринует помаринует после чего соответственно здесь будет такая палка за которой вы просто не успеете да как это было там на а и каком-нибудь на альт и так далее ну вот поэтому здесь ланговать и сейчас на фьючах я не знаю но на споте вот старкнет я соответственно себе оставлю так что у нас с вами еще интересного из экосистемы эфира есть есть мотик который кстати по моему тоже пока что выглядит очень перспективно и который пока что еще у нас с вами сильно то и не стрелял давайте посмотрим вместе с вами честно скажу давно не заходил на матик так на coinbase тут какие-то пробелы в ликвидности у него давайте полигон посмотрим так полигон полигон слушайте на самом деле интересная красивая картинка чем это связано уровень пробили до в районе там 0.95 0.99 так сейчас 0.99 до уровень был 0.95 над уровнем закрепились и вероятнее после того как мы сейчас с вами закончим обзор честно скажу давно мать не смотрел график вероятно тоже буду здесь открывать какую-то лонг позицию надо перейти на младший таймфрейм посмотреть что там как там ну в целом после такого запила можно вот куда-то за 0.9 попробовать кинуть стоп то есть если мы сейчас с вами говорим про объемы кстати да посмотрите какие хорошие растет растет и объемы здесь растут так выше 200 мувинга на дневке мы выше двухсотки слушайте ну тут вообще пока что все выглядит за лонг то есть по всем таймфреймом тренд восходящий объемы обратите внимание тоже начали расти сейчас закрепились над уровнем 0.95 и перспективно выглядит перспективно выглядит не знаю на фьючили на спот вот но все что сейчас связано с экосистемой эфира мне кажется есть смысл посмотреть есть смысл посмотреть присмотритесь сделайте собственные исследования все такое прочее вот но чисто по такому базовому теханализу здесь все выглядит как бы супер красиво дальше смотрите возвращаемся мы с вами к битку с чего начали тема закончим как говорится новость на новости сегодня уже времени нету смотрите по поводу битка есть несколько важных моментов первый важный момент нам с вами нужно посмотреть индекс страха жадности нам нужно с вами посмотреть ставки финансирования так погнали 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 индекс страха жадности 72 жадность на прошлой неделе был 75 еще больше ну смотрите момент какой в такой жадности конечно делать спотовые покупки по основным там биткам эфиром мне кажется не очень дальше поставка финансирования посмотрим что у нас ставки финансирования у нас с вами довольно таки перегретые смотрите биток 002 соответственно эфир там 002 003 в зависимости от биржи и в целом если мы сейчас с вами откроем второй мой любимый инструмент это ликвидации мы увидим с вами то что ликвидации у нас не было достаточно давно то есть 30 вот был в какой-то момент там 150 миллион четыре даже не понял на чем а это а это вот на этом маленьком падении уже было 100 миллионов ликвидации 200 миллионов охереть вы посмотрите давно кстати тоже на карту ликвидации не заходил смотрите получается вот буквально буквально чуть-чуть толкнули цену да тут буквально на 2000 представьте с какими плечами люди вообще здесь стояли чуть-чуть столкнули цену и все вам тут 200 миллионов ликвидации соответственно делаем с вами выводы есть у меня предположение вот я щас вместе с вами это анализирую есть у меня предположение то что вот здесь у нас часто пил скопилось очень большое количество стопов и все-таки посмотрев на карту ликвидации посмотрев на ставки финансирования я думаю то что лонгистов должны все-таки убить до лонгистов должны убить типа дальше смысла ехать нет либо же либо же просто будут держать во флете и люди с большими плечами просто сгорят на фондинге потому что фондинг там достаточно серьезный момент какой вот если увидим с вами сейчас вот такую какую-то палку ликвидации да там хотя бы миллионов на 400 500 нот или как в этом случае 600 практически то конечно здесь залетаем просто на котлету вот здесь реально залетаем просто на котлету потому что рыночная ситуация рыночный сантимент сейчас все говорит о том что мы должны расти дальше может ли произойти что-то непредвиденное может но в целом если смотрим на графики на новостной фон но то что там black rock я хотел сегодня с вами разобрать новости просто мы сегодня с вами уже вероятно не успеем это сделать да на тему там всяких black rock of на тему увеличения торговых объемов на тему того что там видите крупные выводы с coinbase биткоинов продолжать то есть биткоины не вы не заводят на бирже для продажа выводят для того чтобы их просто хранить долгосрок и так далее то есть вот весь практически рыночный сантимент давайте мы завтра если что там или послезавтра с вами разберем он как бы очень позитивный вот но на текущий момент на текущий момент вот прямо с локальными лонгами я бы был поосторожнее вот если сейчас мы здесь пробьем вот эту зону а здесь сто процентов среди точно до хера ликвидности да вот тут вот если мы здесь пробьемся на и пойдем куда-то вот сюда вот вниз то здесь идеальная точка для набора лонговых позиций если 48 мы не удержим ну я выйду к вам с новым обзором но пока что вот говорим то что для меня самая интересная зона для набора лонговых позиций либо вот здесь посмотреть да как будет реагировать цена на 50 500 либо в районе 48 49 это идеально либо просто смотреть на ликвидации да то есть когда будет хорошая пройдет хорошая волна ликвидации тогда можем открывать с вами лонги можно кстати еще посмотреть как расположена ликвидность с точки зрения карты ликвидации так давайте откроем тоже вместе карта ликвидации так три дня три дня ну да вот видно то что у нас хорошая такая жирненькая планочка среди точно она как раз таки пятьдесят одной даже тысячи долларов так ну ка если сделать на неделю давайте попробуем сделать на неделю на три дня наверное это маленький слишком для нас график долго грузит очень долго грузит так что у нас здесь с вами видим на пятьдесят пятьсот сколько у нас тут 200 миллионов ну на самом деле не так прям чтобы сильно жирно но можно наверное туда пойти можно слушайте я наверное вот прям стекущих все таки лонг открывать не буду не буду если только по альтам которые я сейчас обозначу до арбитрум оптимизм там хорошие понятные сетапы с хорошими понятными стопами поймите у меня уже есть лонги на фьючах у меня уже есть альты на спаде как бы мне надо просто сейчас постараться поймать еще более удачную точку входа для того чтобы еще увеличить свои позиции вот поэтому если конечно у вас лонгов вообще никаких нету ну здесь вам действительно будет немножечко посложнее вот а так ну как бы есть много факторов именно за локальную коррекцию то есть фандинг перегружены ликвидации давно не было народ излишне оптимистичен индекс страха жадности в космосе вот поэтому глобально глобально мы с вами говорим про то что ну мы смотрим только вонг но локально можно чуть-чуть подождать на коррекцию можно чуть подождать на коррекцию либо в зону то 50 500 либо что более вероятно при столь высоких ставках финансирования в зону ну вот этот трехчасовик в принципе зона 200 мувинга да в районе сорока девяти тысяч долларов она выглядит сейчас наиболее наиболее актуальны как по мне с точки зрения коррекции и так на десерт на десерт раз мы с вами разобрали все что нужно было разобрать кроме новостного фона смотрите я думаю вы видели то что у нас не так давно отстрелил юни замечательный проект великолепный декс обменник на эфире и в чем там была суть юни выпустил анонс о том что теперь будет распределять часть прибыли от комиссии я так понял среди своих стейкеров или среди своих держателей на фоне этого очень хорошо у нас все эта история отстрелила но как вы знаете я не захожу по хаям как вы знаете я не фанат вот этой вот лутки я в таких ситуациях всегда думаю а если один декс обменник ну там декс биржи называйте как хотите делает вот такую историю она же создает им себе конкурентное преимущество правильно если с точки зрения бизнеса говорить что будут делать другие биржи другие декс обменники ну вероятно то же самое да они будут привлекать к себе людей за счет того что будут делиться какими-то комиссиями с транзакцией и тут мы вспоминаем а кто у нас есть на текущий момент одна из самых крупных бирж на дексе дивайди x смотрим график он выстрелил он выстрелил и да здесь получается сколько мы получили в моменте роста 33 процента да сейчас еще меньше 15 процентов и как по мне вот дивайди x это тоже один из тех проектов которые есть смысл смотреть на спот присмотритесь дивайди x у присмотритесь к другим децентрализованным платформу потому что я думаю именно вокруг них будет средоточна очень большая волна хайпа в бычке 24 25 год так друзья мы напоминаю вам еще раз про джамп старт на бирже okx напоминаю вам про то что можно сейчас без рисково заработать там 500 тысяч долларов зайти по стейкать создать себе аккаунт на топовой бирже да там напомню бонусы до 60 тысяч долларов по ссылке под этим видео я на этом с вами на сегодня прощаюсь друзья до скорых встреч